Когда у России такая окраина, что ей позавидует житель столичный, на русском острове Супер Океанариум, ждем, чтобы вы убедились лично. В этом коротком ролике я расскажу вам об уникальном научном сооружении, доступ в который абсолютно не запрещен, о Приморском океанариуме. В создании концепции Приморского океанариума участвовали филиппинские проектировщики. И это не мудрено, так как страны Юго-Восточной Азии являются родоначальниками аквариумистик. Проект был настолько реалистичный, что в очках виртуальной реальности можно было бродить по всем залам и помещениям рядом с экзотическими рыбками. И они реагировали, когда виртуальный посетитель протягивая руку, чтобы их потрогать или поймать. Рыбки мигом уплывали или наоборот, играли, соблюдая безопасную дистанцию. Опустим все перипетии строительства и связанные с этим негативные моменты, а остановимся на том, что это уникальное по определению сооружение построено и вот уже несколько лет радует посетителей и по праву является точкой притяжения гостей города. Тут содержатся поистине уникальные экспонаты подводного живого мира, в том числе которые водятся как в ближайших морях, так и в остальных водах Мирового океана. Например, есть пингвины, байкальская нерпа. Есть отдельный зал, где живут пресноводные обитатели рек Южной Америки, такие как хищные пираники. Конечно, есть и крупные обитатели, такие как скаты, акулы. Для меня наибольший интерес представляли по сути фантастические медузы, которые меняют окраску в соответствии с изменяющимся фоном. Отдельно следует отметить великолепную внешнюю архитектуру океанариума, которая говорит сама за себя. В таком здании не разместишь торговый центр или музыкальный театр. В огромной раковине может быть только океанариум, научный и познавательный центр для жителей края и нашей страны. Приезжайте во Владивосток, посетите этот сказочный подводный мир. Субтитры создавал DimaTorzok